В Новосибирске прошла презентация книги-альбома известного режиссера Андрея Звягинцева. Идея создания этой книги принадлежит кинокритику Максиму Маркову. После просмотра фильма «Левиафан» ему пришла идея предложить Звягинцеву выпустить покадровый рассказ о создании фильма. Вышедшая в свет книга представляет из себя фотоальбом, который содержит 780 кадров из фильма. В основу положено продолжавшееся 30 часов интервью критика с режиссером. Заданные вопросы касались практически каждого момента съемки фильма, начиная от построения плана и заканчивая вопросом, откуда и почему полетели птицы. И вот ты выбираешь лучший дубль по актерской игре. По актерской игре и связанной еще и с идеальным движением камеры. Но в восьмом дубле ты выбрал пятый, а в восьмом пролетели птицы. И вот я попросил компьютерщиков, говорю, ребята, а возможно из восьмого дубля птиц взять и вписать сюда. Кроме интервью и фотографий, книга содержит гипертекст. И, по словам режиссера, больше об этом фильме рассказать невозможно. Максим Марков придумал эту книгу. Потом он навел фокус на то, существует ли нечто подобное. Нашел единственный аналог. Это знаменитая книга 60-х годов «Трюфо и Хичкок». Там вообще обо всем пути и обо всех фильмах Хичкока. А у нас книга об одном фильме. Презентация книги сопровождалась фотовыставкой работ Анны Матвеевой, которая работала на съемочной площадке с самого первого дня съемок этого фильма в течение 72 дней. Фотовыставка существует уже пять лет. Часть фотографий приобретена коллекционерами. Количество материала, из которого ей пришлось выбрать то, что будет здесь представлено, ну просто огромно. Как она справилась с этой задачей, я не знаю. Представленная экспозиция фотовыставки «Левиафан. Процесс» включает 80 работ. На них запечатлена история создания фильма, настроение актеров вне площадки и на ней, виды северной природы, где проходили съемки фильма. Одна часть фотографий снята на пленку, другая – на цифровую камеру. Для меня это была первая работа на съемочной площадке, такой серьезной, именно в качестве фотографа. Поэтому вот, собственно, здесь вы можете посмотреть то, что из этого получилось. Презентация книги на книжной ярмарке в Москве началась с недоразумения. Покупатели, открыв ее, увидели необычный переплет и решили, что это брак. Продавцы на претензию отвечали вежливой фразой «Сейчас мы вам заменим». Но подобная картина была и в следующем экземпляре. Этот прием такой, называется, открытый переплет. Он сделан ровным счетом для того, для практической, что ли, цели, чтобы книга в любом месте, когда ты ее открываешь, чтобы она открывалась полностью. Книга, так же, как и фильм, заставляет нас задуматься над многими процессами, протекающими в обществе. И может стать незаменимой для тех, кто хочет знать, как снимается серьезное кино. Заглянуть по ту сторону камеры всегда интересно.